Доброе утро, друзья! И сейчас настало время для прогулки по городу Тайвань. Так что смотрите за моими новостями. Будет, я думаю, на что посмотреть. Поехали! Итак, первое, что мы видим, выйдя из номера, это красивые двери лифта. Выйдя из лифта, мы наблюдаем вот такой вот красивый ресепшн, холл, красивыми стульчиками, красивыми и интересными статуэтками, большими вазами. Это наш ресторанчик, я даже помню, чем я уже вам показал. На улице стоит вот такая вот скульптура, пианист. Это сама наша гостиница снаружи. Такая вот красавица. Тут стоит рядышком вот такой огромный небоскреб, который я даже и не заметил вечером. Это мой друган, а это друган моего другана. Блин, забыл очки, пойду за очками. Итак, теперь я при полном порядке, в параде. Выходим еще раз из гостиницы. Теперь вы будете смотреть на меня и на гостиницу. Крутяк! Вот она сзади, красавица, ночью светится красочными цветами, яркими красными. О, огонь! Выйдя из гостиницы, все идут направо. Ну и я тоже пойду направо, посмотрим, что там есть, чего там нет. А если что-то найду, обязательно покажу вам. Ну, как обычно, все как обычно, по той же схеме. Почти у каждого большого здания стоят вот такие дракоши, мои кореша. Если выйти из гостиницы и повернуть сразу направо, то в минуте ходбы стоит вот такой вот театр, но он еще строится. Что касается погоды, вечером достаточно комфортная температура, прям даже очень крутая на самом деле. А вот днем сейчас жарковато, конечно, такой упарит прям влажностью. Прошло две минуты, как я иду, и вот он, первый торговый центр, до которого я добрался. Пойдем, посмотрим, что там. Итак, что здесь, что здесь? Здесь в основном электроника на первом этаже, что на втором этаже не знаю, его, в принципе, наверное, и нет. Электроника, бытовая техника, такая вот штука. Электронные замки дверные, чайники, отпариватели, ионизаторы воздуха, пылесосы. Очень маленький торговый центр и очень скучный, так что не рекомендую. Идите дальше. По обеим сторонам дороги множество магазинов с одеждой, чайниками и с национальными пикарюхами. Смотрите, какая крыша, какой навес. Обожаю их. Итак, напомню, что я в городе Тайвань, вышел на прогулку. Здесь вот такие вот огромные просторные улицы. Жара. Ну, а если у вас совершенно случайно здесь оказался велик, и он сломался, то вот этот чувак его быстренько отремонтируют. Так что обращайтесь. Все по доступным ценам. Кстати, для перемещения по незнакомому городу я всегда пользуюсь картами Maps.me. Они доступны оффлайн, так что необязательно даже иметь интернет. Достаточно иметь включенную функцию геолокации. И тогда о таком условии вы никогда не заблудитесь. И как минимум будете знать, куда идти. Так что советую. Сегодня, друзья, я имею особенную цель своей вылазки из номера и походу по городу. Так как мой Powerbank, который я купил ровно год назад в Миннесо, совсем недавно скончался. И поэтому мне нужно сегодня обязательно найти себе нового друга, который будет заряжать мой телефон после полной разрядки. И как минимум два раза после этого. Так что хочу найти либо на 15 тысяч, либо на 20 тысяч. Это будет в идеале. Для этого мне нужно найти хороший торговый центр, либо рынок, где я смогу это приобрести. Когда я найду это место, я обязательно расскажу вам, как до туда добраться. Итак, в пути я уже минут 10. И все еще никак не могу дойти и не могу найти ни одного торгового центра, в который можно зайти и посмотреть хотя бы на что-то. Но был один вот этот минутный в дальности от отеля. Не знаю. Идем дальше. Сегодня мне хорошо. Я в шортиках. В летней рубашечке. Комфортно, удобно и красиво. Вот так выглядят обычные жилые дома здесь у дороги. Такие интересные заборчики. Вот такая миниатюрная дверь. Практически 90% населения передвигаются на вот таких электробайках. Очень много вот таких вот велобайков, которые можно взять в аренду. Блядь, на каждом шагу одни банки, одни банки, один, второй, третий, десятый. Черт побери. Все это время, пока я шел, все огорожено. Везде идет ремонт. Какая-то шляпа, друзья. Надеюсь, что это еще не центр. Ибо я буду разочарован очень сильно. Итак, спустя 15 минут моих похождений наткнулся на вот такой вот, похожий на торговый центр, здание. Там фонтанчики, что-то похожее на наши ДК. Зайдем посмотрим. И снова разочарование. Это всего лишь ряд из продуктовых магазинчиков. Черт побери. Ой, смотрите, какая мойка крутая. Всегда мечтал в такую заехать в Памыльце. Вот бы у нас в Москве такие сделали. Было бы круто. Монтанчики. Здание. Итак, вот еще очередной псевдоторговый центр. Попробую зайти сейчас сюда. Боюсь, что снова меня ждет. Скоро, зачарование, блядь. Блядь, походу я иду не туда. Либо тут везде так. Хотя смотрел по интернету достопримечательностей, тут полно и полно торговых центров. Причем даже очень хороших. Ладно, не останавливаемся. Идем дальше. Итак, друзья, сейчас вы увидите местный Бабушкин Движ. Гоу. Смотрим. Физкульт, привет. А сейчас, друзья, посмотрите вперед. Смотрите, что там впереди. Что-то восхитительное. Срочно туда, срочно, срочно. Блин, сложилось ощущение того, что город вот только-только достраивается. Повсюду вот такие вот машины строительные. Асфальтоукладчики. Маза всякая шляпа. И повсюду это дело. Привет. Отстроили вот такую вот эстакаду. Смотрите, красота какая. Вообще огонь. Смотрите, как удобно. Гармошка такая электрическая. Подъемник. Электрический подъемник. Круто? Круто. Китайцы молодцы. Молодцы. Эстакаду, походу, построили для того, чтобы от солнца преграждало оно путь. Чтобы не было так жарко. Пожалуй, я воспользуюсь благами этого города. И тоже зайду под мост. Уж очень здесь жарко. Фу, так-то будет получше. Перевозчик молока. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Итак, вот еще один. Похоже на торговый центр. Дружочек. Зайдем на внутрь. О, супермаркет. Отлично. Нигал. Торговый центр. О, фрукты. Ананасики. Дракончики. Киви. Капуста. Так, мы продуктами... В продуктах мне делать нечего неинтересно. Мне нужно кое-что другое. Поэтому... Поэтому едем наверх. Привет. Едем наверх. Посмотрим, что там. Бизонно хочется пить. Сейчас возьму какую-нибудь водичку. Ну, а лучше Кока-Колу. Итак, на втором антаже продается одежда. Кухонные принадлежности. Рыльно-мыльные средства. Шампуни, порошки. Прокладочки. И многое-многое другое. И много китайских пекарюшек вот такого типа. Констовары. Смотрите, с какой заботой тут выкладывают зелень. Такой таблучик у них. Проклады едят. Взял вот такую водичку. Стоит она 1 юань. А значит, на наши деньги 10 рублей. Круто, круто. Охладим свой организм. Охладим. Друзья, вы тоже это видите? Они стали ближе. Они стали ближе. Забрел какой-то подземный павильончик. Здесь трестики. Пеечки. Китайчики. С голыми пузяками. Смотрите, когда я прикалю. Белишко продают. Носочки продают. Ну, не знаю, не знаю. Местечко такое, так сказать, на любителя. Я бы здесь не стал сидеть. Лучше уж на улице с пустым столом, чем там с полным, блядь. Снаружи, кстати, вот так вот где-то все. Достаточно симпатичное. Смотрите, смотрите. Это больше похожее, наверное, в Китае. Друзья, я нашел такие пауэрбэнки. Есть вот такой беспроводной. Есть вот такой беспроводной. Бесконтактное зарядное устройство на 8000 Ампер. Стоит 80 юаней, 800 рублей. Есть вот такой на 20000 Ампер. Но он, блин, тяжелый. Тепотичный, конечно, тяжелый. Пока решил не спешить. Все-таки хочу пообъемнее найти пауэрбэнк. И обязательно, чтобы он был бесконтактный. Ну, хочется мне бесконтактный, черт убери. Если, конечно, не найду, возьму этот. Он прикольный такой у меня, черный, беленький. Можно даже без сумки его таскать в кармане. Не будет заебывать. Так что посмотрим еще дальше. Прогуляюсь. Есть куда идти. И так, напоминаю, друзья, это город Тайвань. И вот здесь есть некая особенность. На многих зданиях установлены вот такие вот башенки, фуникулеры. Не знаю, для чего они стоят. Вот и для лучшего приема интернет и сигнала. И спутникового сигнала. Ну, либо просто такая приколюха вот тут местная. А тем временем, тем временем я добрался до Людной улицы. Здесь практически все. Как называется, одна не знаю, потому что шел пешком. И зашел я неприлично далеко. Обратно поеду однозначно на такси, так как этот маршрут обратно я явно не преодолею. Своим ходом уже. И так, смотрим, что здесь у нас есть. Магазин спортивной одежды. Erker Sport. Не видел никогда такой бренд. Так, бижутерия. Огромный магазин бижутерии. Тоже неинтересно, заходить не буду. Так, опять такие женские приколюшки. Распродажи, насколько я понял. Очень много магазинов с распродажами. Вот, например, мужской спортивный. Майки, футболочки, тетики. Зашел внутрь, так себе магазинчик. Майки все маломерки. Кроссовочки тоже так себе. Ну и цены тоже так себе. Я бы не сказал, что там прям туда надо идти. Так что не рекомендую, не заходим. Время не теряем. В общем, вот они, бесконечные ряды всяких распродаж. Вот в таких они местах. Сверху жилые дома, снизу ларечки, рекуточки. И вот он, вот он, видимо, самый большой торговый центр в этом городе. А сейчас об этом поподробнее. Вот она, вот она, где движуха, друзья. Здесь явно я найду то, что мне нужно. Смотрите сюда. Электроподъемники длинным рядом для машин. Интересная вещь, удобная очень. Такс. Ну а теперь, теперь, друзья. Это вход. Это вход. Все, поехали. Гоу. Снимаем очечи, чтобы было лучше видно. И поехали смотреть, что здесь есть. Интересный у кого. В основном первый этаж занимает обувь и косметика. Неинтересно. Поеду сразу на второй этаж. Тут движение левостороннее. Как на дорогах, так и на эскалаторах. Поэтому будьте внимательны. Итак, это второй этаж. Вижу маечки, костюмчики. И снова маечки. Так себе, что-то так сходу и непонятно. Пока что никуда не хочется зайти. На глаз ничего не упало. Пока ходим, смотрим. Итак, этаж номер три. И здесь снова футболки. Снова рубашки. Снова кроссовки. Снова китайские девочки. Блядь. Электроника нужна. Электроника, друзья. Итак, этаж номер четыре. И здесь должны быть головные уборы, очечи и аксессуары. А вот и головной уборчик. Раз. Что-то прям сходу все женское и женское. А где же мужское? Даже шарики женские. Ой, смотрите, какая красота. Как вам, как вам, как вам, девочки? Скоро я вам скажу, как называется торговый центр и его адрес. Так что смотрите видео до конца. Посмотрите, какие крутые нарядики. Бля, крутяк. Слушайте, я думаю, девочки тут явно себе что-то подберут. Традиционно китайские наряды. А также, кто ищет подработку в Китае, нужны рабочие потолочники. Тут же можно и отдохнуть, так что особо тут не заебывают. Так, ладно, едем на четвертый этаж. Тут их много. Фу, когда времени мало, хочется уедеть побольше. И в итоге все, набегу-набегу. Стараюсь, стараюсь для вас, друзья. Хочу показать максимум того, что можно здесь делать. Также тут можно спать, если вы прям заебались-заебались. Напоминаю, что это четвертый этаж. И это радио женщин. Ибо мужского здесь и в помине нет. Ничего. Смотрите, какая юбочка. Смотрите, какая шапочка. Смотрите, как и нарядики. Декорации красивые у них тут магазины. Китайские бренды повсюду. И практически нет известных европейских. Ну и российских, конечно, тоже. Так. Такие копики. Такие платьицы. А манекены-то, смотрите, с круглыми глазками. Ни одной узкоглазой манекенщицы я еще не видел. Понял, да? А вот, смотрите, есть такие. Есть такие. Ну, что хочу сказать. Уже с первых минут уже, на самом деле, очень приятно здесь находиться. Можно пошопиться. Сцены достаточно адекватные. И много интересных вещей. На самом деле, в основном все какие-то гравировками, рисуночками. Проливали, проливали. Шестой этаж точно такой же, как и пятый. Шестой этаж точно такой же, как и пятый. Одна женская одежда. Поднимаемся на седьмой. А тут... А тут... А тут какая-то, 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 вот такая-то... Непонятно даже, что это. Сувенирная продукция, в общем. Полотенчики, игрушечки. Кстати, пойдем посмотрим на игрушечки. Смотрите. Посмотрите на эту милашку. Ну, тюма под лосей. Ценник, ценник какой? 129 юаней. А именно, 1290 рублей вот на такую игрушку. Смотрите, какая рожевая пантерка. Эй, нестяк. Сколько стоишь, детка? Сколько ты стоишь, детка? Деточка, деточка. Ценника нету почему-то. Ну, видимо, где-то в пределах 2000. Фламинго, розовый фламинго. Смотрите, как красиво это все сделано, выполнено. Подушечка для сиденья. И, конечно же, ваш главный герой Тимур Сол. Дальше будет интереснее. Кроваточки. Спальные принадлежности. Матрасики. Снеговички. Итак, друзья. Ни в коем случае не забывайте подписаться на мой канал. Так как дальше будет только интереснее и интереснее. Я вам это обещаю. Ну, по крайней мере, постараюсь. Ну, или как получится. В общем, сами смотрите. Если нравится, то подписываемся. Нет, да? Значит, листаем дальше. Вот и весь, собственно говоря, компот. Итак, на седьмом этаже вы найдете уйму детских вещей. Кстати, очень крутые вещички. Есть очень много магазинов с очень крутыми вещами для детей. Для любого возраста. Они реально очень крутые. Заходим, смотрим, фотографировать, снимать не дают. Гады. Так что придется вам это смотреть самим. Вот так постараюсь, конечно, снаружи постараюсь. Что удастся, покажу, что удастся, покажу, что нету. Простяйте. Прощайте. Простяйте. Смотрите, что. Что это? Колготочки. А, круто. Колготочки маленькие для детишечек. Класс. Ну, вот, собственно, здесь какие-то магазинчики. Такие платьишко. Такие вот наборчики. Юкисо. Делают вот такие вещички. Для девчушечек. Для мальчишечек. Также для детишечек делают вот такие вещички. Вот этот магазинчик. А теперь смотрите сюда, какая красота. Потрясающе, потрясающе. Hello. Hello, hello. Смотрите сюда. В общем, выбор грандиозный. Ну, вот, собственно, друзья, торговый центр и кончился. 7 этажей я прошел. На 8 этаже для совсем маленьких малышей. Вещи, еда. Примочки разные. Вот. Все, пойду дальше. Я на выход. Смотрите. Какая крутышка. Бэтмен стайл. Разные игрушечки интересные. Класс. Итак, если вы оказались на верхнем этаже, то спуститься вниз лучше на лифте, так как эскалаторы находятся в беспорядочном, в каком-то хаотичном порядке. Поэтому спускаться вниз, но не заебетесь. Рекомендую воспользоваться лифтом. Он находится с правой стороны. Посмотря, как идете, конечно, не обострелы, как вы идете. Садимся, едем вниз, выходим наружу, идем дальше. И так, друзья, торговый центр состоит из 12 этажей. У меня хватило только на 7. На 8-ом. Весечки для маленьких детишечек. Туда не поехал. Ну и выше, собственно, тоже ехать, думаю, смысла мне не было. Вышел с торговика, иду дальше. Напоминаю, что я ищу пауэрбэнк себе. Штатив и гребаные наушники. Блин, 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 друзья, чуть-чуть не ушел от торговика и забыл вам сказать название этого торгового центра. Сейчас все увидите. Итак, торговый центр называется Dongfang Hong Shopping Center. В общем, беседление от городка хорошее. Достаточно интересно, но, блин, печаль. Расстраиваю только то, что все огорожено, блядь. Практически 70% города все в каких-то постройках, перестройках. А так, в принципе, в принципе, очень даже неплохой городок. Постройки, руины, развалины. Ремонтные работы требуются рабочие. Укладчики труб. Укладчики дорог. Заливающие бетонов. Экскаваторщики. Зарплата от 100 юаней в день. Пишите мне в личку директ. Расскажу об этом подробнее. Людей Доккуя. Здесь ходит место многолюдное, веселое. Повсюду кричащие продавцы, заманивающие свои магазины своими ценами, интересными товарами и развлечениями. Итак, Шэнг-Я Шоппинг-центр. Зайдем внутрь, посмотрим, что здесь. Этот торговый центр встречает нас вот такой красочной декорацией. А, смотрите сюда, смотрите сюда. Огромный мраморный тяжеленный шар. Крутится на воде. Обалдеть. И снова в Ляй-25. На первом этаже косметика. Драгоценности, бижутерия. Еду сразу на второй этаж. На втором этаже мужская одежда. Китайские бренды. Но мне это все не интересно. Я ищу электронные товары. Вот такие красивые цветочки между эскалаторами. Красиво? Красиво. Итак, третий этаж. На третьем этаже вот такие платья. Вот такие футболочки мужские. Вот такие штанишки мужские. Вот такие манекены. Тоже не хочу ничего из этого. Идем дальше. Китайские девочки. Четвертый этаж занимает женская одежда. Как верхняя, так и вечернее платье. Парики. Грязкие наряды, шапочки. Блузочки, маечки, шортики. Такие красивые лоточки. Между магазинами интересные сумочки. Китайская мода, ребята. Да. Пятый этаж. И снова женские приколюхи. В основном в китайском стиле. Итак, этаж номер 6. Этаж номер 6. И что мы видим? Фруктовые коктейльчики. Женская одеточка. Ричинг Роуд. Так. И давай сразу дальше. На седьмой. Итак, седьмой этаж, друзья. Обувь. Обувь. Спортивная одежда. Китайские бренды. Анто спортс. Некий анто спортс. Вот такие вот маечки. Палаточки. Слушайте, ну, ценники, я бы с удовольствием вам рассказал про цены. О ценах. Но у меня слишком мало времени. Не сегодня. Не в этот раз. Окей? Будет время. Обязательно. А так просто показываю то, что здесь можно найти. Итак, этаж номер восемь. Детский этаж. Вы слышите? Я тоже это слышу. Английская музыка играет в торговом центре. Но сверху это все выглядит так себе. Так что лучше уж наблюдать за этим всем слизом. Вот так выглядят брянские уебищные уебанские лифты. И так в каждом городе. Едем на первый этаж. Этажа этого девять. Смотрите, какой крутой рюкзак я нашел. Это мужской. С такой лошадкой. 7 680. И еще один вот такой с оленем. Смотрите. Какой мачик? 724. Также глянем внутрь. Давайте. Глянем внутрь, что там посмотрим. На самом деле, такую вещу. Немного патологии, конечно. Покруглее. Но вообще интересная штука. Достаточно мистительный такой мешкообразный. Окей. Итак, друзья. Вот он такой рюкзак. Смотрится достаточно неплохо. Чем дальше я иду, тем больше народу на улицах. А вот здесь, походу, какой-то вещевой рынок. Срочно туда. Срочно на разведку. Друзья, друзья. Это рынок. Ржачка. Носочки. Штилечки для колясочек, оборудования. Сумочки. Чехлы для машины. Приколюшечки. Вот такие сумочки. Кусочек этого рынка находится под открытым воздухом. Под открытым небом. Вся остальная часть крытая. Темная. Без до хера всего. Сейчас будем искать, зачем. Собственно, я сюда и пришел. Так что... Ой, смотрите, сколько. Разные техники музыкальные. У-у, крутяк. Еще обремонтчики. В общем, рынок такой. Наполовину в хозяйственных товарах. Наполовину продуктовый и весевой. В самом начале на входе. Хуй его знает. Порыться можно, конечно, найти. Может, что-нибудь интересное. Но, опять же, напомню, времени у меня мало. Чего это побери. Так, вкратце показал, что здесь есть. Гораздо приятнее лично мне, например, передвигаться вот таким. Вот по таким ледным улицам. Под солнышком. А там, блядь, это как-то тухло, блядь. Негативчик какой-то, да. Надо его срочно-срочно избавиться. Итак, достиг очередного торгового центра. Вот оно скопление всех этих торговых центров, которые описаны в интернете. А вот это тук-тук, на котором я поеду домой. Что-то там кто-то рамсил. Зарамсил, привет. Нам на носке. Короче, с чего-то надо начать. И начнем, пожалуй, вот с этого красочного. Называется он Тайвань Уэст Кастом Таун. Ну, по впечатлениям первым, там должно быть интересно, как минимум. И отсюда прям я и стартану домой, я думаю, все эти оставшиеся два часа потрачу на прогулку по вот этим и окрестностям один напротив. Тут огромный торговик, здесь огромный торговик. Огонь. Я из Москвы. Здравствуйте. Фу, перекур. Немного подзаебался, и, конечно, жара выматывает. Очень сильно. Но зато я в приятном месте. Вот такого местечка. Многолюдном, веселом, активном. Центр вселенной, так сказать, местный. Сейчас покажу вам, как надо. Сел курить, ко мне подвалил вот этот чувак. В итоге я понял, через 5 минут его тёпа, что он спрашивает, откуда я. Я сказал, что из Москвы, вроде как он понял. Россия передал нам привет, друзья, так что привет вам передаю тоже. Еще раз. Люди тут раборожелательные. И все, голуха торговик. В общем, друзья, я в крутом месте, на самом деле. Тут прям одежда, что надо, блядь. Вот такие вот стильные маечки. Мушкуарет прям охуитительные. Модные вещишки для молодежи. Много-много всего интересного. Товар качественный. Недорогой. 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 Вот такие маечки. Смотрите сюда. Огонь вообще. М star. Стоит 30 юаней. 300 рублей. Походу я сейчас зацеплюсь в что-нибудь. Панамка. Смотри, какой нарядик. Ахуинчик. вот сюда да и на психоделические шортики маечки ваще огонь смотри ништяки такие мои какие огромные мэны супермены слушай крутяк вообще майки прозрачные смотри огонь все по 20 юаней такие ништяк вообще обалдеть друзья смотрите какие маки только печалька печалька в том что нет моего размера они слишком маленькие продаются не за 10 10 10 в общем друзья торговый центр просто восхитительный я прям рекомендую вам сразу по приезду нахуй даже на сон не тратить время и приезжайте сюда если хотите крутых шмоток приезжайте вот сюда в этот торговый центр как называется уже забыл говорить вначале так что отмотайте назад если кто забыл тоже и срочно срочно выезжайте сюда вот такие мужские комплекты повсюду здесь висят интересные 130 юаней всего лишь навсего итак значит информация такая два первых этажа посвящены мужской одежде чисто мужской одежде третьем этаже на третьем этаже уже начинается женские женские вещички на четвертом рожайка это же какая-то веселуха вот такая вот такая вот такая вот распродажа друзья товар разбирается прямо на глазах на границу окей сон и сон мари монро вообще полно женских нарядов на самом деле очень много крутых вещей девочки Прям рекомендую, пиздец как. А ну-ка, клиничка на это. Прям готовые наряды. Такой симпатичный магазинчик. Итак, этаж номер 6. Этаж номер 6. Это уже третий этаж подряд с женскими приколюхами. Тут еще добавились и детские и хищники. Все очень круто на самом деле. Так, ладно. Минуем этот детский этаж. Местечко очень напоминает торговый центр Гуаччоу под названием Хуймэй. Причем я не придумываю, это так и есть. Круто. Еще раз не поленюсь сказать о том, что местечко реально крутое. Прям рекомендую, друзья, тут движуха. Много интересных товаров. В общем, друзья, место техники. Я обзавелся шмотками. Куда сначала майку, потом интересов стало гораздо больше. И только что я приобрел себе пиздатые джинсики. Скоро покажу ему ху-бам. В общем, друзья, я скажу так. Давно я не был под впечатлением от увиденного ассортимента товаров. В общем, очень настоятельно рекомендую. Убел себе джинсы и прикольную майку. Нахуй техника. Вещи реально крутые. Скоро вы меня в них увидите. Ну, я на самом деле уже устал. Да и деньги кончились. Поэтому прямо отсюда я возьму вот этот тук-тук и поеду до дома. Наверное, найти открытый, чтобы продувало. Ибо жарка на улице хоть и вечер уже. Через пару часов у меня уже вылет. Так что как раз сейчас на дорогу. Сейчас на сборы. И go home. На этом я с вами не прощаюсь. Так как нам еще предстоит вместе преодолеть путь до дома. Это как минимум минут в 40. Точно. Так что чем меньше транспорт, тем быстрее я доберусь до отеля. В общем, ребзи, до 9 я доберусь. Договорился на 40 июня. Хотели изначально 50. Едем вот на таком мопеде. Я сзади. Ну, господи помилуй. Поехали. Если в первый раз я ехал так, то было бы, наверное, страшно мне очень. А так вроде как нормально. Блядь, надо было на таком ехать. Вот такая здесь движуха. Блядь, ведь стрёмно. Сука! Все, в путь. Охуенно. Ведер хорю, я хуярю. Андрей достаточно аккуратно ведет на самом деле. Водитель от бога походу. В общем, друзья, это кайф. Вот все, что я прошел пешком, сейчас покажу вам. Пини, очень круто. Блядь, я поеду по бездорожью, блядь, по кочкам, по кочкам отключаюсь. Чувак, только довези, пожалуйста, целости и сохранности. Слушай, на уважуха, чувак, он на самом деле едет охуенно. Проехал такие пучки, блядь, практически незаметно для моей зубы. Вообще огонь, красавчик, ебать. Один бы, если бы я стартанул по такой хуине, я бы уже давно попутал берега, блядь, разъебался бы точно в кровь уже. В общем, друзья, здесь вот такая движуха происходит. Полно торговых центров. красотища. Слушай, я влюбился в Тайуане, ребят. В общем, по возможности все адреса скину под этим видео. Максимально доступно, постараюсь объяснить, где что находится. Но на самом деле тут точка одна. На моем СМИ я ее выделил, покажу вам. Покажу вам. Так что можете забивать и ехать. Где-то 40, где-то вам обойдется путь досюда. либо можно пешком пройтись. На самом деле очень даже интересно посмотреть на местные пейзажи. Здесь еще есть падага, падага, до которой так и, блядь, и не дошел. Ну ладно, в следующий раз. Там два огромных охуина здания. Итак, пробочка у нас тут небольшая ослабилась. Так вот, передвигаемся по тротуарам, по бездорожью и в людских пробках. Ну и, конечно, по традиции хуярим по встречке. Мы же в Китае, еб ты. Да, чувак. Ну ничего, я тебе доверяю, бро, тебе можно доверить свою жизнь, я так думаю. Поездки на победах дешевле и быстрее. Никакие пробки и страшные. И даже минуем. Светофоры красные. Представляете, насколько я так круто? Так что нахуй такси. Свежее. Идем в Кариуме. Да, свежачем. Я какой драйвер, мэн. А, вот, вот, друзья, падога. Смотрите на нее. Мариз, прямо туда подъехали. А теперь, бельмин, селезь на выделенку. Нашу специальную. дороги. Буярит. Буярит на нас. Только камню осталось вистое, что мы как поединки в древнем Риме. В Риме. На лошадях. Но теперь мы в 20-21 веке, поэтому у нас железные кони. Вот барахло, которое я прикупил. Находится оно между мной и моим водилой достаточно удобное пространство для перевозки вещей. Так что не заемливайтесь тем, что вам якобы нужно такси, потому что там много вещей. Не пиздите, основные дороги в хорошем состоянии, поэтому на мопеде передвигаться достаточно комфортно. На ней не менее комфортно было бы, конечно, передвигаться, но не сегодня. Водила ведет настолько круто, что даже не обязательно держаться за мопед. Уверен, что никуда не свалюсь и без этого. Но в любом случае страховка нужна. А вот синяки это такси. А теперь наглядный пример того, как мы обходим все пробки. Вот машинки, они стоят, толкаются, а вот мы щемимся, щемимся, но едем. Почему такого-то по выделеньку не поехал, непонятно. Ведь вот наша полоса. А знаете почему? Потому что мой водила, самый крутой водила во всем, сука, Китая, блядь. Хотите, чтобы я скинул вам его визитку? Да базара нет, но платите на. От машины идет такой жар сумасшедший. Здесь не проедешь, конечно. Хотя можно постараться. Я верю в тебя, мужик, давай, гоу, гоу, гоу. Вы только посмотрите на это. Щемимся, тут по-другому не скажешь, но едем. Красава, бро, красава. Да, друзья, вот именно так выглядит искусство управления мопедами. Нам на товар не дано сто процентов, а эти ребята прирожденные наездники. И, кстати, еще вот что. Этот чувак едет без навигатора, друзья. Я ему просто показал карточку нашего отеля, и он просто взял и поехал. И едет достаточно уверенно. Но сомнения, конечно, есть, что не с первого раза получится доехать. Правильно? Но, блядь, его уверенность внушает мне доверие. Посмотрим. Я вот уже еду, минут 10 снимаю, не перестаю удивляться его искусству, мать его. Блядь, он приезжает просто в миллиметрах от машин, от бордюров. И главное, даже ногами себе не помогает. Это просто фантастика. Бля, буду, если я открою когда-нибудь себе какой-нибудь, не знаю, байк, там, школу, вождение на байках, этот чувак у меня будет инструктором номер один, мать его. Это, чувак, зарплата тебе охуенная, гарантированно. Бля, буду. Уже близко к дому. Только непонятно, к твоему ли, бля. Настолько здесь я расслаблен, что даже позволил себе закурить. и даже не держусь ни за что. Крутой чувак, бля. Крутой чувак вообще. Все, ребзи, я на верном пути. Уже вижу знакомые места, которые проходил пешочком. Так что я спокоен теперь на сто процентов. в общем, рассказываю, сейчас произошло столько дня, чувак увидел мусоров на дороге, попросил меня слезть, быстренько развернули в другую сторону и ебанули обратно. Походу нелегал, блядь, дружочек, без лицензии гоняет, ебаный. Ебать, грохот. стройка у вас очень красивая. Ну все, ребзи, друзья, подписчики дорогие. Те, кто переживал за меня, люди Баши не переживали. Человек, у меня такой целый сей сохранности прямо до моей гостишки. Ну вот, я там. Вот она, красавица. Красава улечка наша. О, приехали. Огонь. Спасибо, чувак. Красава, вообще красава. Ну все, теперь, теперь на ужин. Блин, тренажерочку, конечно, я что-то опустил. Фонтанчики. С утра, кстати, не работали. Продолжение следует...